С самого утра на летней эстраде центра звучит музыка. Пациентов ждут веселые горки, а пока начинается запуск воздушных змеев. Правда, полюбоваться вдоволь, как они взмывают в небо, не удается. Свои коррективы в зрелищные мероприятия вносит погода. Но проливной дождь вовсе не повод отменять такой долгожданный праздник. Малышей и их родители под крышей центра уже встречают веселые клоуны. Они предлагают повеселиться и самостоятельно надуть самый большой мыльный пузырь. Скучать не дают никому. В продолжении праздника – концерт. Главные артисты сегодня тоже дети. Солисты концертной студии «Непоседы» уже не первый раз принимают участие в подобных акциях и поют известные песни для своих сверстников. Все для того, чтобы поднять настроение тем, кто в этом нуждается. Атмосфера в этом небольшом, но уютном зале очень душевная, говорят артисты. Все прошло просто чудесно. И прием был очень теплым. Детки все очень хорошие. И это для нас огромная честь поступать в больницах, в детских домах для детей, которые нуждаются в чем-то. И на самом деле это большая радость видеть радость в глазах этих детей. Когда они на нас смотрят, это просто непередаваемое ощущение. Подарили заряд летнего позитива, исполнив свои лучшие песни и танцы, в центре и лауреаты фестиваля конкурса детского творчества «Семь нот Подмосковья». Для коллективов из «Электростали» и «Волоколамска» это выступление особенно волнительно. Благотворительный концерт для них стал первым после финальных прослушиваний и общего гала-концерта. Первый конкурс у нас собрал более тысячи участников. Проходил конкурсный отбор в городе Красногорске в ДК «Подмосковья». Завершали мы наш фестиваль гала-концертом «Крюкл Сити Холл» 1 июня в День защиты детей. Самая главная наша задача – это не то, чтобы доказать, но показать, что взрослым не все равно. Что для взрослых очень важно то, чем занимаются дети, то, о чем мечтают дети, то, чего хотят они достигнуть. Мы взяли детское творчество. Это поддерживаем. Мы пытаемся показать это всем. Пытаемся доказать детям, что их творчество, их усилия не напрасны и они нужны всем нам. Выступление лауреатов конкурса в рамках Дня Добра – это начало проекта «Эхо-фестиваль», говорят организаторы. Важно, чтобы юные артисты продолжали свою сценическую деятельность и набирались опыта выступлений. А если их творчество поможет поверить в себя, в свои силы и другим детям, то задача фестиваля будет выполнена вдвойне. Дети с удовольствием реагируют, отзываются на все просьбы и пожелания выступить, потому что им, во-первых, это очень нравится, а во-вторых, они получают удовольствие от того, что дарят улыбки другим людям. Это, наверное, их одна и самая главная задача. Яркое событие – этот праздник, говорят врачи, позитивно скажется на самочувствие ребят, ведь положительные эмоции только способствуют выздоровлению. А немного отвлечься от повседневных процедур в дальнейшем помогут и подарки, которые каждый ребенок получил по завершению концерта. В наборе «Сладости и игрушка» от учредителей фестиваля «Семь нот Подмосковья» группы компании «Садовое кольцо». Валентина Титова, Никита Рощин, Марьяна Быстрова, КРТВ.